В этом видео мы поговорим о том, как добавить точечные данные из таблицы Excel в проект KUGIS. В данном случае у нас есть информация по рынку недвижимости, индивидуально жилой, у жилого строительства в данном случае. И вот такая табличка уже предварительно обработана. И соответственно имеются данные широты и долготы по объектам оценки. Ну и давайте вернемся мы в KUGIS и соответственно добавим предварительно вот такие квартала. Катастрофы квартала. Ставим и соответственно у нас проект. Проект у нас в системе 4326 и давайте мы его чуть-чуть поправим. Здесь мы выберем 3857, применить, чтобы вот таким образом отображалось классическим. Добавим подложку, в данном случае OpenStreetMap стандарт. Ну вот это Республика Морел. Вот такая, когда строительный, ну давайте поправим его, чтобы было допустим свойство стиль. Вот такой, применим, окей, чтобы у нас подложка была видна. Чтобы добавить экселевскую таблицу. Во-первых, здесь нужно подумать. Есть вариант в данном случае преобразовать это в CSV файл и спокойно добавлять. Ну и мы пойдем другим путем. Мы установим специальный модуль, который добавляет напрямую экселевскую таблицу. Что облегчает иногда жизнь и упрощает. Не нужно делать CSV файлик. Но прежде чем это делать, мы давайте посмотрим на заголовки. Видите, тут двойной двухстрочный заголовок, что не очень удобно и неприятно бывает. Поэтому нужно все это нам немножечко поправить. Сделать однострочный заголовок. Ну и давайте мы здесь вот так скопируем. Ставим, да. Так, это тоже надо было скопировать. Ну давайте глянем еще, что есть. Вот так, контур С. Так, таким образом мы поправили. И в данном случае удаляем первое поле. Потому что, ну так не должно быть. Можно экселевскую таблицу закрыть. И что мы делаем дальше? Ну в данном случае эту операцию один раз. Мы просто устанавливаем модуль. Так, модули. Все это и SpreadShed надо найти. Найти. Так. Давайте. Вот. SpreadShed Layers. Этот модуль нужно нам установить. Установка. И он установился. Видите, здесь у нас формат ODS, HLS и HLSSX. Соответственно. И если так мы нажмем сюда. Управление слоями. Добавления вот этой экселевской таблицы не будет здесь. А она только будет у нас находиться здесь в слоях. Добавить слой. И вот в конце. Вот и есть. SpreadShed Layers. Ну, извините. Английский не учал. Немецкий. Что вижу, то и говорю. И дальше давайте добавим мы файл. GS открыть. И вот смотрите. Сразу у нас пошло. Что здесь? Здесь сразу переходим на первую строчку. Вот тут с единицы начинать. И вот наши заголовки. Вот. Они встали здесь. Соответственно. Чем хорошо. Если так в CSVшке. Мы когда добавляем CSV файл. Не можем поправить название полей. То здесь. Ой. Формат полей. То здесь мы можем это изменить. Ну, допустим. Вот здесь. Да. У нас. По идее это числовые значения. Но программа ставит у нас как текстовые. Давайте поменяем. Тут у нас string. Допустим. Integer. Это у нас целое число. Здесь тоже. А здесь если такая десятичная. То real. Выбираем. Тут по-моему тоже целое. Реал. 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 Здесь вот вопрос. Реал. Ну и соответственно просматриваем. То есть мы вот таким образом можем править данные. Вот тут. Дата по идее это так. Дата. Дата. Ну и тут. Реал. Реал. И соответственно нам нужно геометрию добавить. В данном случае мы выбираем так. Долгота. И потом широта. По х долгота. По у широта. Так. Неизвестная проекция у нас известна. Это 43.26. Соответственно. Ну и давайте попробуем добавить. Ок. Ок. И вот у нас точечные объекты появились. Видите. То есть довольно-таки просто. Ну-ка давайте информацию щелкнем. Что у нас. И вот соответственно у нас все есть. Ну и в данном случае что мы можем настроить отображение этих точечных данных. В данном случае давайте зайдем в свойства. И посмотрим стиль. Стиль. Встроенный символ. Или простая символика. Ну можно что. Кластеризацию точек включить. Применить. Если мы включим. То соответственно мы увидим. Что в некоторых точках у нас несколько объектов. У объектов лежит. То есть. Ну допустим это одна и та же информация. Потом у тому же объект. Или условно говоря нет привязки. В данном случае идет привязка по улице. Ну такие данные. Да. Вот условно да. Вот посмотрим. Вот цвет к сожалению да. Немножечко совпадает. Но это тоже можно строить. В данном случае не напрягаемся пока. А что еще мы можем. Если так вас не устраивает такое отображение. Мы можем здесь делать допустим смещение накладывающих точек. Применить. Тогда мы увидим. Вот такой эффект. Видите. Две точки. Они здесь. Но при мелких масштабах. Эта картинка у нас превращается в вот такие круги. Но ничего страшного. В принципе. Можно и оставлять. То есть. Мы тут видим. Соответственно. Вот такие вещи. Да. Вот видите. Восемь объектов. Довольно таки удобно. Просматривать. Ну. Это вот как бы операция такая. Ну и теперь давайте усложним задачку. Допустим. У нас в Excel таблице отсутствуют данные. В данном случае. К какому из кадастровых кварталов относятся эти сведения. Да. То есть. Вот эти. По рынку недвижимости. Ну что ж. Задачка довольно таки просто решается. Идем в вектор. Управление данными. Педение атрибутов по расположению. Учтите. Что вот это операция возможно. Только при одном условии. Когда у нас системы координаты совпадают. Ну давайте. И же есть лист. И соединяемый слой квартала. То есть. Нам нужно нумерацию кварталов. Соответственно. Здесь. Может быть множество добавлено. И давайте посмотрим. Что за у нас в кварталах прописано. Открыть таблицу. То есть. Вот. У нас. В кварталах тоже довольно таки. Большая информация. Где-то нам нужен только вот этот каддун. Да. По сути дела. Добавить. Ну. При такой операции будут все вот эти поля добавлены. Ну. И давайте попробуем. Так. Вектор. Управление данными. По атрибутам. Соответственно. Исходные у нас. И же есть. Квартала. Здесь не пересекает. А находится внутри. Добавлять поля. А добавляем мы поле. Вот только одно. Ок. Ко дну. Нам нужно. Ну. Остальная информация. Нам не важна. Ну. Может быть. И нужна. Все зависит от того. Что. То есть. Соответственно. Мы здесь выбираем. Какие нам поля нужны. Если так мы здесь ничего не делаем. То добавятся все поля. Ок. Ну. И давайте. Выполнить. Создаем временный слой. Видите. И здесь. Такая сложность есть. Желательно. Было бы. При этом. В данном случае. Рекомендую просто. Вот. ЖС лист. Преобразовать. Или экспортнуть. В данном случае. Другой слой. Векторный уже. Да. А не. Как бы. Исходную табличку дергать. Тем самым. Обработка была бы. Намного быстрее. Здесь. Обработка. Видите. К сожалению. У нас. Довольно таки. Долго. Хотя. Этот анализ. Пространственного. Расположения. Взаимного. Расположения. Довольно таки. Быстро происходит. Ну. Тут. К сожалению. Вот так. Ну. Давайте. Эту операцию у нас потребовалось почти 17 минут. И. Соответственно. Ничего не получилось. То. В данном случае. Нужно нам исправить. По сути дела. Вот этот файлик. Нам нужно экспортировать. Сохранить объект. Как. Ну. И давайте. ИЖС. И. Соответственно. Смотрите. Вот тут. Мы можем уже. Выбрать систему координат. И. Она должна совпадать. Система координат кварталов. Ну. В данном случае. 4326. Если так вы не знаете. Как посмотреть. Систему координат. То. Допустим. Свойства. Заходим. Текст. И. Вот тут. Она прописана. Система координат. То есть. У нас совпадает. И. Поэтому. Вот этот. Исходный. Слой. Удаляем. Не забываем. Кстати. Я вот тут забыл. Да. Сохранить проект. Проект. Сохранить. Как. Ну. Назовем рынок. Потому что мы будем потом использовать и другие данные. И. Вот есть. Да. И. Теперь. Мы. Повторим эту операцию. Вектор. Управление данными. Объединение атрибутов по расположению. Так. Исходный. С. Тут квартала. Соответственно. Опцию мы выбираем ко дну. Окей. И. Один к одному. Видите. Либо. Вот тут. Вот. Кстати. Можно. Один ко многим. Один к одному. Взять. Требует. Объект с небольшим наложением. Нет. Вот так. Выбираем. И. Соответственно. Здесь находится внутри что. Ну. И. Выполнить. Нажмем. Видите. Операция намного быстрее идет. И. На. Так. Из квартала. Стоит. Некорректную геометрию. Исправьте геометрию. И измените настройку на. Пропускать. Видите что. Вот. В основном. Большая проблема. В данном случае. Связана с тем. Что. Многие. Данные. Росреестры. Вот эти. Когда строят данные. Не. При их формировании. Не соблюдается. Топология объектов. И. К сожалению. Везде. Встречается такое. То есть. Проблема. Заключается в том. Что. Не обрабатывается полностью. Ну. Давайте. Вот здесь. Мы. В настройки. Зайдем. И. Пропускать. Игнорировать. Объект. С ошибочной. С ошибочной. Геометрией. Вот. Тогда. Мы. Можем. Посчитать. Но. Здесь. Вариант. Такой. Что. Не все. Будет. Выполнено. К сожалению. Линию. То есть. Нажимаем. Выполнить. Ну. Вот. Что-то у нас. Посчиталось. Вот. Слой. Да. Давайте. Откроем. Видит. Обличных данных. И. Посмотрим. В конце. У нас. Вот. кадастрый номер. Добавлен. Но. Вот. В ряде. Объектов. Соответственно. Видите. У нас. Эти данные. Отсутствуют. Потому. Что. У них. Ошибочная. Геометрия. Именно. У. Кварталов. Где. Находятся. Вот. Эти. Точечные. Объекты. К сожалению. Вот. Такие. Есть. Вещи. Ну. И. В данном. Случа. Смотрите. Этот. Слой. У нас. Временный. И. Поэтому. Если. Он вам необходим. То. Его. Нужно. Экспортировать. Как. Вот. Мы. С. С. Поступили. Да. А. Так. Не. Нужен. Ну. Скажем. Так. А. Эти данные. Вы. Будете. Использовать. В. же. Excel. Для. Последующей. Обработки. В данном. Случа. Мы. Выделяем. Все. Поля. Контрол. С. И. Поставить. Фильтр. Соответственно. Да. И. Соответственно. Дальше. Обрабатывать. То есть. Сохраняем. Файл. И. Вот. Вам. Пожалуйста. Данные. Для дальнейшей. Обработки. Допустим. По расчету. Допустим. Средней цены. Или. Какой-нибудь. Там. Среднеизвешенный. В. Границах. Кадастрового квартала. В принципе. Вот. Так. Это. Все. Делается. Как исправить геометрию объектов. В данном случае. Мы поговорим об этом. В следующих уроках.